Сегодня я хотел бы рассказать о мигрене. Мигрень – это распространенный синдром, который проявляется головной болью и неврологическими симптомами. Встречается она очень часто, порядка у 20% населения есть жалобы на головную боль, и чаще всего это мигрень. Это воспалительное поражение головного мозга и внутричерепных сосудов. Как правило, мигрень бывает с аурой, мизаурой, смешанной. Что такое аура? Аура – это вспышки света, это зигзагообразные линии, усиления спектра. То есть, это те ощущения, которые появляются у пациента до головных болей. И пациент четко указывает нам на то, что вот скоро-скоро начнутся сильнейшие головные боли. Симптоматика, которая помогает нам поставить точные диагнозы, провести вот эту дифференциальную диагностику между огромным количеством видов головной боли. Продромальный период при мигрене сопровождается нарушением настроения, бессонницей, тошнотой, как правило. Что очень характерно для мигрени и помогает мне в диагностике – это пульсирующая головная боль. Как правило, если она с аурой, то это односторонняя. Если без ауры, то носит генерализованный характер. Также мигрень отличается тем, что при употреблении алкоголя, либо при стрессе, она усиливается. Наблюдается фонофобия, фотофобия, также тошнота, рвота, онемение, конечности лечения. В лечении мигрени самым важным является найти тот провоцирующий фактор, который вызывает и усиливает нашу головную боль. Чаще всего это может быть тот же спиртной напиток, вино, сыр, шоколад, ну и другие. Как правило, помогает тишина, темнота. Группа препаратов, которые мы используем в лечении мигрени – это обезболивающие, это седативные, это нестероидные, противовоспалительные, картикостероиды. Также мы можем использовать очень эффективно антидепрессанты, антиконвульсанты. Чтобы правильно вылечить головную боль, нужно конкретно и точно поставить, во-первых, диагноз. Исключить очень серьёзные заболевания, которые также могут проявляться головной болью. Для этого, может быть, иногда и необходимо будет сделать КТ, либо другие обследования, наиболее серьёзные. Может быть, даже понадобится и любая пункция, если это подозрение на особо арахноидальной кровоизлиянии. Ну и многое-многое другое. Чтобы правильно поставить диагноз, обращайтесь к специалисту.